Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Халлэль Сити Мидлсбра. Казалось бы, командой с таким подбором игроков, как Халлэль Сити Мидлсбра, явно должны бороться за высокие места. Тем не менее, что одни, что другие, застряли в середине турнирной таблицы и в очной дуэли будут биться за 3 очка, кому же повезет больше. До последнего тура у подопечных Леонида Слуцкого все было более или менее хорошо. Было 2 победы и 1 ничья. 6-1 над Бирмингемом, 1-1 на выезде с Норвичем и выездная победа 0-1 над Барнсли. Но вот в последнем туре уступились, принимали у себя дома на Тинг-Амфорест и проиграли 2-3. Сейчас Халлэль Сити находится на 17 строчке, с 16 очками в активе. Я не могу не отметить игру команды в домашних встречах, где за 7 поединков Халлэль смог наколотить 20 голов, но и пропустить 11. С атакой проблем совсем нет, но как видим есть с оборонной. С 6-7 матчей был пробит ОС, здесь только Болтон не смог отличиться, который в разы уступает, что Халлэль, что Мидлсбро. Наконец-то Мидлсбро смог добыть победу. В последнем туре удалось победить 0-2 рейтинг, а до этого в 6 матчах к ряду команда Гарри Монка не знала вкус побед. Сейчас Мидлсбро на 12 строчке с 20 очками в своем активе. В гостевых матчах команда смотрится довольно неплохо, поэтому показатели в лиге команда занимает 8 строчку, сумев за 7 сыгранных матчей одержать 2 победы, 3 раза сыграть в ничью и 2 раза уступить. Да, лишь в 3 из 7 выездных матчей было пробит ОС, но не стоит забывать, как Халлэль играет свои домашние матчи и соответственно, как заставляет играть соперника на выезде против себя. Последний раз команды встречались в прошлом сезоне в АПЛ, тогда Халлэль Сити смог дома победить 4-2, а на выезде уступить 1-0. Я предлагаю ставку на победу у Халлэль Сити. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok